нас слышно видно хорошо у нас с вами сегодня вебинар посвящен партнерской программе компании skyway капитал маркетинг плана по-другому да то есть это инструмент который показывает вам такие деньги вы можете зарабатывать если сотрудничаете с нашей компании развиваете партнерскую структуру в тех городах и странах где вы проживаете либо используя интернет то есть способов развития партнерской структуры благо сегодня скажем так гораздо больше чем это было например 10 лет назад 15 лет назад 20 лет назад когда-то скажем так информация по партнерским программам по скажем так тем структурам тем компаниям которые использовали методику многоуровневого маркетинга расходилась от человека к человеку благодаря телефонным звонкам благодаря личным встречам передачи видеоматериалов на видеокассетах я не знаю помнит ли кто-то из вас что когда-то у нас были видеокассеты кстати если есть люди которые помоложе и не помнят данного скажем так инструмента поставьте пожалуйста цифру один нашем чате я так и не увидел слышно меня или не слышно никто не отреагировал плюсики никто в чате не поставил я как бы опасаюсь того что да есть все таки люди которые не передавали видеокассеты не знают как они выглядят да но спасибо вам анатолий большое за то что вы это написали действительно многое изменилось причем многое изменилось за довольно короткий промежуток времени да то есть то что произошло за последние буквально 10-15 лет наверно таких изменений не было за несколько тысяч лет жизни человечества как говорят но в разных средствах массовой информации специалисты от обучения специалисты скажем так любой сфере нашей с вами жизни да что те изменения которые сегодня происходит за день раньше порой проходила за несколько столетий вот такие потоки информации сегодня сваливаются на людей и часть этого информационного потока кстати да возможность которую предлагает сегодня компания skyway капитал благодаря возможности стать совладельцем технологии разработанной аторе дарчим и низким и благодаря маркетинг плану партнерской программе которая есть у нашей компании вот хотел бы задать такой вопрос да те кто сегодня присутствует комнате она совсем немного занимаетесь ли вы развитием бизнеса по партнерской программе если есть те кто не развивали еще до сегодняшнего дня до поставьте цифру 2 вот если вы напишите причину по которой вы этого не делают было бы очень здорово это услышать вот потому что разные есть отношения у людей разное мнение касаемо данного вида бизнеса и так далее да кто-то считает что скажем так не будет заниматься она то есть не развивайте вот уже трое человек из почти половина дата присутствует комнате написали скажите есть какие-то причины которые вас останавливают того чтобы этот бизнес развивать для того чтобы скажем так заниматься этим бизнесом и получать доход не стесняйтесь потому что в принципе ну я конечно не этот как вам вы сказать не психолог да не падра не ваш скажем так духовник неважно в какой вы религии но тем не менее если есть какие-то вопросы может быть какие-то сомнения может я чем-то могу вам помочь вот наталья написала боитесь да давайте буквально два слова поэтому и по этой реплики смотрите наталья то есть в принципе в нашей жизни все что происходит у нас с вами да по большому счету происходит большинстве случаев посредством рекомендации кого-то даже если вы родились в семье вы начали скажем так двигаться по этой жизни ваши родители вам начинают предлагать какие-то пути развития кто-то хочет что вы занимались музыкой кто-то хочет что вы занимались спортом кто-то хочет что вы занимались английским там или каким-то другим языком то есть идут рекомендации сначала от родителей возможно от соседей, возможно от родных, близких, бабушек, дедушек. Потом вы попадаете в социум, который вас окружает, начиная с детского сада, школа, потом пошел институт, потом какие-то специальности, где вы работаете и так далее. И зачастую мы в своей жизни начинаем накапливать опыт и пользоваться советами кого бы то ни было. Я думаю, каждый из вас, кто сейчас находится в комнате, пользовался хотя бы один раз чьим-либо советом. Человеку мог понравиться фильм, человеку мог понравиться, скажем так, ватрушка испеченная в каком-то там хлебозаводе в вашем городе. Человеку могла понравиться какая-то шмотка, одежда, купленная в каком-то магазине и много-много другое. И зачастую тем хорошим, что в жизни у людей есть, неважно, я сейчас говорю, что не в привязке, скажем так, к бизнесу, инвестиций, к партнерской программе и так далее, люди непроизвольно делятся с окружающими людьми тем хорошим, что у них есть. И вы это делали не один раз. Вот напишите, скажем так, опять же, поставьте цифру 5, из присутствующих тех, кто никогда в жизни не пользовался чьей-то рекомендацией и сам никогда никому ничего не рекомендовал. И не рассказывал людям то, что вам понравилось. Вот интересно, есть ли среди вас такие? Потому что даже не зная о бизнесе MLM, даже не зная о сетевом маркетинге, как многие пугаются, да, даже не зная о мире инвестиций, человек просто живет, черпает информацию из окружающих его источников, от людей, там, неважно, от СМИ, от чего-то еще, да, да, и делает какие-то шаги. И часто это делается по чьей-то рекомендации, либо по рекламе, например, самое банальное, да. У нас есть ящик, который мы приходим домой, включаем, кто-то чаще, кто-то реже. Периодически любимые нами передачи, которые мы смотрим, будь то спорт, будь то фильмы, сериалы, либо что-то еще, прерываются на зойливую рекламу. И вы знаете, эта реклама стоит сумасшедших денег, да, но тем не менее, какое-то количество людей по данной рекламе приобретают то, что рекламируется. А большинство людей в своей жизни, да, делая рекомендации, пользуясь рекомендациями, в принципе, не зарабатывая ни копейки, но с удовольствием делится с окружением тем, что у вас в жизни есть хорошее. По поводу печального опыта, ну, смотрите, опять же, очень интересно, вы хорошо, что написали, Наталья, да, есть печальный опыт. Печальный опыт жизненный, он может быть разный. Не обязательно продажа финансовых продуктов, да. Все мы кем-то являлись вчера, вот, и все мы чем-то занимались. Кто-то был врачом, например, да, причем можно ли назвать стопроцентную, скажем так, врачебную практику, да, что у человека не было потерь? Как правило, показывают, что есть. Да, есть профессиональные водители, которые вроде бы идеально водят автомобиль, но тем не менее, хотя бы пару раз из них кто-то мог попасть в аварию, да. Есть еще куча специальностей, где у человека есть и положительный опыт, его большинство, и отрицательный опыт. Если у вас был отрицательный опыт продажи финансовых продуктов, ну, он был. Это не значит, что он теперь всю жизнь за вами будет тянуться, да. Другая сторона вопроса очень интересная. Смотрите, есть печальный опыт у целого ряда людей, которые попали в так называемые финансовые пирамиды. Вот я сейчас никого не хочу обидеть, но в последнее время огромное количество предложений принять участие именно в этих проектах. Опять же, я сейчас не хочу хаять все эти проекты, да, напропалую, но, тем не менее, в 99 случаях из 100, может быть, даже больше, да, финансовая пирамида имеет, скажем так, в своем основании, что вы приносите деньги, эти деньги, какая-то часть, либо все 100% раздаются тем, кто пришел раньше вас, и на момент, когда кто-то, скажем так, заканчивает приходить, данная структура просто разваливается, как домик из песка, да, просто-напросто волна пришла, рассыпалась и все. Если даже этот опыт у вас есть, и вы с кем-то, скажем, в своей жизни пообщались, и благодаря вам кто-то, может быть, пришел следом за вами и потерял какое-то количество денег, но, тем не менее, это опыт. Если человек близкий вам, да, если человек, скажем так, внимательно заглянет в то, что произошло, тоже, ну, могут ли люди ошибаться? Могут. Если у вас не было просто алчности в глазах, да, и желания быстро-быстро заработать денег, обобрав при этом всех своих родных и близких, то, в принципе, мы все имеем право ошибаться. И как показывает практика, вообще, по сути-то, движение по жизни у каждого очень успешного человека, оно идет через тернии, да, через ступеньки, через большое количество ошибок. Вы, наверное, слышали выражение, что не ошибается тот, кто ничего не делает, да? Знакомая фраза? Поэтому, если был печальный опыт, это не значит, что, скажем так, этот печальный опыт у вас продлится здесь. Вот таким вот образом. Второй важный момент, да, вот если у вас был печальный опыт и прочее, некоторые люди начинают думать о том, что вот я сейчас даже займусь этим здесь, у меня был печальный опыт, я не буду рассказывать никому из своих друзей, родных, близких, знакомых о том, что у нас здесь это есть, хотя мне это нравится, да? Я попробую это рассказать незнакомым людям, то есть в мире интернета и так далее. И как бы это меньше ответственности им кажется за это дело, да, то есть можно, скажем так, людям, они же не знают, кто я такой. Но если вы подспудно в голове держите информацию о том, что вот родным я не могу предложить, потому что вот как бы я вот может где-то сам сомневаюсь, а получится ли и так далее, а других людей я могу как бы так подвести под монастырь, другими словами, вы знаете, у вас тоже может ничего не сложиться, только по той причине, что никуда не девается энергетика ваших мыслей. То есть значит вы не до конца верите в этот проект. Еще очень важный момент, если вы все-таки пришли к своим родным, близким, те, кто вас окружают, дали эту информацию, да, вам может быть не поверили, но вы сделали важный шаг. Вы получили, возможно, какое-то количество отказов, ваша кожа на вашем теле стала толще, да, потому что вас пытались проткнуть стрелами, либо иглами, которые есть у ваших родных и близких, но и в принципе нечего, конечно, скрывать в этой жизни, да. Данный бизнес действительно, не важно в какой компании, в большинстве случаев строится очень успешно именно в кругу своих друзей, знакомых, родных и близких. Вот вы можете сами там поинтересоваться, успешных партнеров любых компаний. В большинстве случаев самые, скажем так, крупные действующие структуры, вменяемые, приносящие большие товарообороты, это структуры, которые построены именно на основании дружеских, доверительных отношений между людьми, которые друг друга знали, а не с незнакомыми людьми. Вот. Это статистика, это практика работы бизнеса, скажем так, по MLM программу. Вот таким вот образом. Поэтому то, что вы своим родным можете рассказать, и они вам могут не поверить. Ничего страшного в этом нет. Но здесь есть очень важный момент, потому что, когда вы все равно станете успешным, если вы будете продолжать развивать данный бизнес и продолжать, скажем так, двигаться, возможно, по чьим-то рекомендациям. Потому что есть еще способ, скажем, ну ладно, хорошо, тебе не нужно, скажи, а в твоем окружении есть какое-то количество людей, которым в жизни важно что-то изменить? Я сейчас не говорю. Стать инвесторами, там, да, продвигать технологию, механиков по жизни, там, те, кто преподается промат, есть ли в твоем кругу и так далее. Без привязки к чему-то конкретному, просто возможность зарабатывания денег по партнерской программе, это возможность изменения жизненной ситуации. Вот с этой стороны подходить. У вас люди просто могут хотеть приобрести что-то. У вас люди могут хотеть просто денег для того, чтобы обучить своих детей. У вас люди могут, скажем так, начать предпринимать действия ради какой-то цели, которая у них в жизни есть. Либо, скажем так, у них в жизни либо есть цель, либо иллюзия. Иллюзия – это когда люди, скажем, говорят, да, я хотел бы иметь вот это, вот это, вот это, но ничего делать не хочу. Соответственно, они живут в иллюзии. Ну, это их опыт, готовы ли выжить в этом мире, это уже ваше право. То есть, в принципе, есть печальный опыт. Вы никуда не денетесь теперь, да? В прошлое не вернуться никак. Как пел Солодуха, прошлое не воротится, жизнь не воротишь назад, да? Поцеловать мне хочется, дочки мои глаза. К сожалению, то, что мы сделали когда-то, изменить нельзя. Да? Но мы можем изменить что-то в будущем. Соответственно, действия, которые нужно делать здесь, они просты. Есть печальный опыт работы, да? Но продолжайте, тем не менее, общаться с теми, кто вас окружает, а таких людей много. Вот, причем, возможно, в вашем окружении есть те, к которым вы просто еще не обратились. Да? Но вы и знаете. Но под спудом в вашей голове мысли сидят. Да, он может быть бедный, да? Может быть, он глупый, вы считаете. Либо он еще какой-нибудь, да? Либо наоборот, он слишком умный и богатый. Вот. Но все опять кроется в том, что ваша задача, по большому счету, дать просто информацию. Причем даже дать информацию не в том плане, что самому прийти, рассказать о технологии, маркетинг-плане и так далее. Просто общаясь с людьми, слушать, что они вам говорят, выявлять интерес и предлагать людям возможность что-то изменить. И для начала достаточно дать ролик. Да, ролик новый там, либо о компании, которая записана в РСВ, либо о компании Skyway Capital, которую мы включаем на презентациях. Если человеку что-то будет интересно, если он действительно, скажем так, немножко хотя бы зацепился, он вам начнет задавать вопросы. Следующие шаги – это на встречу к своему спонсору, либо на презентацию, либо, скажем так, на вебинар. Просто честно можно сказать, если поначалу у вас нет даже большой структуры и так далее, ты знаешь, я только начал этим заниматься. Боюсь, не смогу ответить на все вопросы. Давай с тобой вот в такое-то время посетим такое-то мероприятие. И все. Он может пойти, может не пойти. 100% инструментов, которые, скажем так, будут работать на всех, нет. Ну, возможно, только у Дэвида Копперфильда, да? Либо у человека-гипнотизера, который может подойти, так, щетнуть у кого-то. И человек пошел в Киви, пополнил Киви кошелек, тот же его идентифицировал, там, верифицировал и 60 тысяч, например, заплатил. Ну, надо ли вам это? Потому что после гипноза человек отойдет, да, придет к вам и начнет вас трясти, как груша, и говорит, слушай, я 60 тысяч во что-то вкатил, ты что со мной сделал? Я не хочу этого. Поэтому все решения, которые принимают ваши партнеры, благодаря тому, что вы даете им информацию, я вам рекомендую, чтобы они принимали осознанно. Не делайте так, как поступают во многих MLM-компаниях. Опять же, там в большинстве из них работают нормальные, меняемые люди, но есть те, которые звонят и говорят, слушай, есть классный проект, я знаю, у тебя есть деньги, давай номер своей карты, сейчас оплатим, потом я тебе все объясню. Лучше бы, чтобы так не было. Просто я своими глазами видел, как это происходит, и мне нравится очень этот путь продвижения, скажем так, развития структуры в MLM-бизнесе. Вот мы с вами поговорили, пока только одна Наталья писала, что она не развивает партнерскую структуру, и обозначила, скажем так, печальный опыт, страх. Андрей и Анатолий пока не написали, почему и что они не развивают. Наталья, ну, одно могу сказать, вот я сейчас что-то говорил, действительно, это может затронуть как бы струнки вашей души, может быть, нет, то есть, все равно все будет зависеть от вас, от вашего настроения, от вашего настроя на ведение данного бизнеса. То есть, по большому счету, все мы люди. Насчет качества звука уже разговаривал с нашими специалистами. Если у вас тихо, например, попробуйте кликнуть на изображение вот здесь слева на экране в комнате и подвигать немножко громкость. Либо убавить ее чуть-чуть, либо добавить немножко. Я же хочу сделать следующее, коллеги. Я сейчас включу ролик, который вам расскажет о маркетинг-плане нашей компании. Записано не так давно, то есть, ну, где-то, может быть, 2-3 недели. Я знаю, что далеко не все люди, зарегистрированные в компанию Skyway Capital, вот этот ролик видели. Предлагаю вам с ним ознакомиться. Пытаюсь понять, что это такое, в чем проблемы могут быть у людей. Хорошо, Андрей, а вы пытаетесь понять, что это такое, говоря о чем? О технологии, о компании, о возможности инвестирования. То есть, вы подошли к этому, скажем так, с криминальным ходом мышления, ищите то, где люди могут попасть. То есть, в этом проекте ищите то место, где люди могут биться головой и так далее. Правильно я это сказал? О возможности инвестирования. Но, в принципе, если вы еще в чем-то сомневаетесь сами, то вы можете зайти, прочитать наш инвестиционный меморандум, то есть, посмотреть, о чем идет речь. Познакомиться с последними новостями, выйти на интернет-страницы тех изданий, которые печатают про нашу компанию. Вопрос задам, Андрей, вы в каком городе проживаете, если не секрет? В Москве у вас вообще, скажем так, широкий спектр возможностей. Первое, это посетить 23 ноября в 19.30 в гостинице Татьяна живую презентацию нашей компании, которая состоится вот тут в 400 метрах. Второе, если вы зарегистрировались, станете нашим инвестором и так далее, вы имеете право прийти вот к нам сюда, позвонив по телефону, который мы обычно на последних страницах наших вебинаров оставляем. Договорились с менеджером, что вы готовы прийти в офис, пожалуйста, вы придете, вас ознакомят, что вот есть такие-то сотрудники, мы московский филиал компании и прочее. И третье, с 29 ноября по 2 декабря в городе Москва в гостином дворе будет проходить выставка «Транспорт России». Так вот, на этой выставке будет находиться стенд компании Skyway. Там будут находиться, правда, действующие модели в масштабе 1 к 10, если не ошибаюсь. Там будут находиться специалисты нашей компании. Рядом с нами будет находиться стенд Министерства транспорта Российской Федерации. То есть, если вы хотите убедиться, что мы реально существуем и что нас пригласили на это мероприятие, пожалуйста, придите, посмотрите. Вы, кстати, на эту выставку и на презентацию, которая будет в Москве, можете привезти вот тех людей, которые считаете, что у них могут быть проблемы. Пусть они сами зададут свои вопросы. По поводу зарегистрируйся, получив 100 акций бесплатно, каким образом, Гуля, если я правильно понимаю, то, что написано, это сейчас немножко поменялась схема. Вы регистрируйтесь. Любой зарегистрированный человек с августа 2015 года у нас получает на премиальный счет 100 акций. Но сейчас их получить стало сложнее, потому что прежде, чем их получить, нужно верифицировать аккаунт. Уже в интернете на канале Skyway Webinars появилась запись вебинара от пятницы, где я рассказывал про то, как пройти верификацию в прямом эфире, то есть я свой аккаунт верифицировал. Вы можете ее найти и сделать. Как только вы верифицируете аккаунт, вы нажимаете кнопку «Оформить», и у вас будет оформлен сертификат на 100 акций компании Skyway Capital. Это только за регистрацию. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, Андрею я ответил по поводу сомнений и возможности, скажем так, нахождения чего-то криминального, либо, скажем так, настораживающего в нашей информации, в нашей компании, в нашем проекте. Поэтому сейчас я вам предлагаю посмотреть ролик, в котором будет рассказано про маркетинг компании Skyway Capital. И после этого я готов, кстати, услышать вопросы от Андрея, возможно, от Натальи, от Гули о тонкостях, что вам непонятно было и так далее. Хорошо? Андрей, хорошо, что вы не видите криминального, хорошо, что вы разбираетесь. Сейчас, кстати, я не говорю с точки зрения критики. Я всегда сторонник того, чтобы человек пусть разберется немножко дольше, пусть он займет еще неделю, 10 дней, может быть месяц, если он правда разбирается. Но пусть он это поймет все и примет сознательное решение. Чем он, скажем так, оголтел и бросится головой в омут, а потом начинает через три дня тошнить, куда ты меня привел и зачем ты мне вообще все это рассказал. Вот чтобы такого в вашей жизни не было, разбирайтесь сами столько, сколько вам нужно. Но имейте в виду, что у нас есть возможности, скажем так, точнее, у нас периодически происходит переход с одного этапа развития на другой, и количество долей компании в пакетах становится меньше по мере развития нашей компании. Рисковость инвестиций в проект снижается с каждым днем. В конце ноября у нас будет демонстрация на территории эко-технопарка действующего уже промышленных образцов легкого SkyWay и городского SkyWay. Поэтому смотрите, разбирайтесь, но еще имейте в виду, что время оно не бесконечно. Есть хорошее выражение, завтрашний день никому не обещан. Вот и все, то, что я хотел сказать. Итак, ролик, и потом поговорим с вами. Партнерская программа компании SkyWay Capital представлена согласно восьмому этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент. Партнер. Консультант. Лидер. Мастер. Эксперт. Топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С четырех уровней. С первого – 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С пяти уровней. С первого – 15%, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С девяти уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 000 долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С первого – 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 000 долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 000 долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого – 17%. Со второго – 7%. С третьего – 5%. С четвертого – 4%. С пятого – 3%. С шестого – 1%. С седьмого – по девятый – полпроцента. С десятого – по двадцатый – две десятых процента. С двадцать первого – по двадцать четвертый – одну десятую процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16%. И дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении, начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета, начисляется 17%. И дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. Закупленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении, начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета, начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении, выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный, с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса лидер в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такой маркетинг-план, который действительно первое его преимущество, наверное, это простота. Да, и в ролике было сказано, что вы получаете процент с определенного уровня в зависимости от вашей квалификации. То есть чем выше квалификация, тем совершенно больше доход. Изменения, которые у нас произошли с восьмого этапа развития группы компании Skyway, с началом восьмого этапа, это то, что на акционный счет, который у нас есть, за вашу партнерскую деятельность, за то, что вы развиваете партнерскую структуру, начисление начинается только с третьей квалификации лидер. Если раньше было начисление на акционный счет, прямо начиная с квалификации партнер, причем оно было когда-то в одинаковом точно количестве, как на бонусный счет, так и на акционный, то есть положено вам 15% за проплату, которую сделал партнер в первом поколении, если вы партнер, соответственно вам идет 15, вот 100 долларов он заплатил, 15 долларов на бонусный счет шло и 15 долларов на акционный. С акционного счета вы могли только покупать пакеты долей компании, что в принципе и сейчас осталось. То есть акционный счет является подарочным. И начисление на акционный счет начинается только с квалификации лидер и в размере 15% от той премии, которая вам начисляется на бонусный счет. То есть заплатил человек 100 долларов в первом поколении, 15 долларов пошло на бонусный счет и 15% от суммы 15 долларов начисляется на акционный. Соответственно по мере роста вашей квалификации, по мере развития вашей структуры на мастер это увеличивается до 30, на эксперте до 40 и на топ-эксперте до 50%. То есть до той цифры, которая у нас была на седьмом этапе развития группы компании Skyway. Что еще не прозвучало в ролике? В ролике не прозвучало то, что маркетинг-план компании Skyway Capital на сегодняшний день можно отнести к тем немногим маркетинг-планам, которые называются маркетинг-план мгновенных выплок. То есть все, что происходит в вашей партнерской структуре практически мгновенно начисляется на ваш бонусный счет. Товарооборот произошел, процент отчитался и вам начислены эти денежные средства. В большинстве компаний MLM бизнеса, в большинстве партнерских программ как правило товарооборот созданный вами подсчитывается за весь месяц. И по наступлению 3, 5, 7 числа следующего месяца за весь просчитанный товарооборот вам начисляется какая-то сумма денежного награждения. И вы можете использовать по своим нужным. Мало того, еще одно отличие маркетинг-плана нашей компании то, что если вы выполнили условия следующей квалификации по маркетингу были вы, например, партнером, стали консультантом. Фактически в тот же день, в тот же миг вам присваивается следующая квалификация. В большинстве компаний, как правило, так же происходит по окончанию месяца. Либо, например, в компаниях, где присутствует бинарное распределение, либо матричный план, где начисления идут тоже еженедельные, например. То и квалификации присваиваются тоже раз в неделю. Существует огромное количество компаний, в которых следующий уровень квалификации присваивается вам не по итогам одного месяца, а, например, по итогам двух. Вы должны два месяца подряд выполнять товарооборот. Либо трех в некоторых компаниях. Но если вы не выполняете обязательные условия, которые существуют в маркетинг-планах тех компаний, например, по личному товарообороту, обязательному ежемесячному, либо товарообороту структуры, либо суммарно вы должны делать сами определенную цифру и структуру. Если вы это не выполняете, то вы быстро слетаете с квалификацией. То есть там решается быстро. Присвоить следующую, например, вы 3 месяца делаете товарооборот подряд, а вот чтобы слететь, вам достаточно одного. У нас этого всего нет. То есть вас никто не заставляет делать обязательные жесткие товарообороты, как личные закупки, так и товарооборот структуры, но вы получаете от созданного вами. Вам не дают больше, но не отнимают от того, что вы сделали. И вы заметили, что чем выше уровень квалификации по маркетинг-плану, тем глубже вы просто начинаете доставать. Да, процент уменьшается, но если структура растет быстро, динамично, она большая, соответственно, те небольшие проценты с глубины приносят довольно солидные суммы денег. Вот таким вот образом. Это те еще дополнительные, наверное, преимущества, отличия, которые существуют в маркетинг-плане нашей компании. Ссылочку попросил Андрей на ролик. Я ссылку в чат сбросил, ссылку на YouTube. В принципе, все остальные, кто сейчас посмотрели, не имеют этой ссылки. Вы можете себе ее просто скопировать в нашем чате и сохранить. И всем я рекомендую вам, кто занимается, скажем так, построением бизнеса по партнерской программе, кто присматривается, сомневается, заведите у себя на компьютере текстовый файл. И вы, в принципе, можете его разбить по рубрикам, вердовский обычный файл. И заведите за практику ссылки полезные, которые могут вам помочь развивать бизнес. Просто копируйте и себе в этот файл записывайте. И когда вы людям предлагаете что-то, например, человек сказал, да, я хотел бы, наверное, иметь дополнительный доход, но не знаю где. Вы просто взяли ссылку, например, и говорит, вот посмотри, вот есть компания, которая занимается вот этим, и здесь можно, в принципе, увеличить доход. Готов посмотреть? Да. Взяли, скопировали, ссылку дали. Человек посмотрел, как правило, лучше давать сразу с ограничением по времени, в плане того, что я тебе даю ссылку, давай ты посмотришь там в течение часа, если вот это у вас близкие взаимоотношения, и он это может делать сейчас. Или даже прежде чем дать ссылку, сказать, слушай, я тебе могу дать информацию, ты когда сможешь посмотреть там, 6-7 минут у тебя найдется? Он вам может сказать, ты знаешь, наверное, завтра там в 11 утра я буду готов это сделать. Хорошо, в 11 утра его набираете и говорите, время есть сейчас, да. Вот тебе ссылку, смотри, я потом тебе пару вопросов задам. Ну все. Вы знаете, по поводу зарегистрируется без вас, вы же ему не даете никакой ссылки. Если вы этого человека знаете, да, я сейчас говорю о том, что человеку, которому вы даете эту ссылку, вы его знаете. И вообще сторонник развития данного бизнеса, не просто раскидывая там везде, где попало в соцсетях, немеренное количество своих реферальных ссылок, да. Во-первых, вас где-то заблокируют в соцсетях. Легко в интернете. Вам кажется, что легко в интернете набрал и вперед. Как показывает практика, 999% людей, ничего у них не получается, если они просто ссылки расшвыривают. Если у вас получается хорошо, значит, научите других это делать. Но у большинства тех, кто просто сорит ссылками, да, невзирая ни на что, заходя в какие-то группы в соцсетях и просто вковыривая их туда, ничего, скажем так, не рассказав, предварительно не спросив людей, разбрасывают в чате, в скайпе, зачастую это заканчивается удалением из групп, удалением, скажем так, профилей из соцсети и, скажем, пропадания в списке друзей у тех людей, которым вы просто зашвырнули ссылку. Если вы хотите по этому пути пойти, никто не может вам запретить. Принесет ли этот путь вам успех, никакой гарантии не могу дать. По поводу зарегистрироваться без вас или нет, если вы работаете с кругом тех людей, которые вас хоть немного знают, и вы предварительно с этими людьми пообщались, да, узнали, почему, скажем так, ему может быть что-то интересное, вы просто, давая ссылку, можете сказать, я тебе даю информацию посмотреть, давай мы с тобой свяжемся через 20 минут и решим, что с этим совсем сделать. Ничего не мешает человеку зайти на наш сайт и зарегистрироваться, я с вами согласен. Но для того, чтобы вы развивали бизнес, для того, чтобы вы могли развивать партнерскую структуру, у нас есть реферальные ссылки. Светлана, я вам предлагаю, в принципе, если вы хотите непосредственно послушать презентацию, у нас завтра в 17 часов в этой же вебинарной комнате состоится презентация компании Skyway Capital, она займет минут 45, вот. Вы можете прийти и посмотреть. По поводу какой скидки, Андрей, через вас может быть? То есть он и так приобретает на выгодных условиях инвестиционный пакет, который ему принесет доходность от 30 до 300 раз. Поэтому вы сейчас, наверное, подходите с точки зрения, скажем так, компании, которые занимаются товарным MLM бизнесом, в которых есть какие-то товары, в которых есть какие-то, скажем так, услуги и так далее, и так далее. Да, у нас немножко отличается наш бизнес, но если вы даете ссылку человеку, да, и вы его знаете, кстати, его действия покажут и отношение его к вам. Вот чем еще интересен бизнес MLM, если в целом мы посмотрим, да, вы можете оценить свою ценность в том окружении, в котором вы живете, насколько вы авторитетны, насколько авторитетно ваше мнение и насколько люди в вашем окружении серьезно вас воспринимают. Этот бизнес очень хорошая лакмусовая бумажка. Задуматься над тем, что если мне никто в моем круге не верит, да, это не они такие плохие, а возможно, что я делаю не так. Возможно, что я делаю не так, да, а тот ли я, да, за которым должны пойти. Я сейчас не хочу быть самым умным, я не хочу вам читать лекцию по MLM-бизнесу, да, написано море книг. С целым рядом авторов я общался, да, вот живую, мне повезло в свое время присутствовать в семинаре, например, трижды Рэнди Гейджа. Это один из, скажем так, ну, самых меняемых авторов, фактически, людей, которые сами становились очень богатыми в мире MLM и рекомендовали, какие шаги нужно сделать, да. Вот, поэтому MLM-бизнес, он не лучше, не хуже любого другого. Вот. Вы можете заниматься, например, продажей товаров общественного потребления, да, питания там, либо что-то еще. Вот таким вот образом. Поэтому очень важный момент, действительно, я могу сказать по своему опыту, да, и для меня это стало где-то на первом этапе откровением, да, то есть я считал себя там парнем-рубахой, что у меня много друзей там и так далее, и так далее, и так далее. Я не кидаю своих друзей, которые у меня были камнями, но я понял одно, что со мной было приятно пить пиво, со мной может было приятно играть в футбол, либо чем-то еще заниматься, вот, а решать серьезные вопросы, создавать серьезный бизнес, фактически захотели единицы. И по большому счету, как говорит Рэнди Гейдж, единственный человек, кто в этом был виноват, это тот, которого вы видите в зеркале, да. Соответственно, надо было меняться самому. Но не в плане того, что нужно сразу же за один день изменить на 360 градусов. Значит, надо было становиться, понимать эту жизнь, да, научиться общаться с людьми. Вот. Я никого сейчас не хочу подбить на то, чтобы вы пошли в какой-нибудь институт и вас научили, скажем так, как с людьми общаться. Но оставайтесь сами собой, но тем не менее слушайте, что говорят люди вокруг. И предлагайте им возможность решения тех проблем, которые у них есть. При помощи нашего инструмента. Бизнес, которым вы занимаетесь, если вы развиваете партнерскую структуру, это инструмент. Вы знаете, разные, я видел разных людей. Вот вы сейчас, Андрей, написали ситуацию, в которой сталкиваются разные люди, да. Можно ли назвать тех людей друзьями, с которыми у вас не сложилось строить этот бизнес? Вот. Потому что я видел очень успешных сетевиков, у которых было рядом несколько верных друзей, которые у них были до того, как они стали сетевиками. Поэтому любой бизнес делают люди. Любой бизнес проверяет людей. Деньги проверяют человека на вшивости. Кто он есть на самом деле. Понимаете меня? Потому что есть люди, которые строят бизнес нормальный, вменяемый, успешный, с большими деньгами. Они ими не сорят. Они знают им цену. Они, кстати, занимаются и благотворительностью, и так далее, и так далее. Но они деньгами не разбрасываются. А есть те, кто покупает Porsche Cayenne, приезжают, скажем так, для смены скатов, для смены резины, например, с летней на зимнюю. Снимают резину, которая, можно сказать, новая совсем. Даже необъезженная, километр тысяч семь он проехал. Он бросает ее, как уже плохую, одевает себе зимнюю. Зимой делают то же самое. То есть у человека немерено денег, куры не клюют. То есть какое отношение к деньгам? Ну, это, как правило, проверяет. Сдай человеку деньги и власти, и ты увидишь, что он такой. Слышали такое выражение? Поэтому есть еще такое понятие, да, Андрей, друзья по вину и мясу. Слышали? То есть друзья по вину и мясу, это те, которым вы позвоните и скажете, что у меня в бутылочках запотевшей водки стоит в холодильнике, там есть закуска, приходи. Они прибегут. А если вы им предложите, скажем так, что-нибудь серьезное, вместе решить какой-то вопрос и так далее, большинство из них не придет. Вот это и есть, друзья, по вину и мясу. Мне очень понравилась притча, скажем так, я не берусь точно утверждать про страну, да, происхождение, там, Кавказ это, либо Средняя Азия и так далее, но есть целый ряд стран, в которых соблюдается традиция. Да, вот свадьба, это большое событие, на которое приглашается огромное количество людей. Вот, там накрывается стол, немереное там и так далее, и так далее. И сын, то есть один молодой человек позвонил отцу и сказал, папа, ты знаешь, я вот занимаюсь бизнесом, наконец-то я нашел, скажем так, свою вторую половину, я знаю, что с этой женщиной я проживу всю оставшуюся жизнь, вот, я к этому отношусь серьезно, помоги мне, пожалуйста, организовать свадьбу. У меня сейчас нет времени разослать приглашение всем моим друзьям, большинство из которых ты знаешь. Сделай, пожалуйста, это за меня, вот, свадьбу назначаем на такое-то число и делаем. Так вот, назначенное время фактически, там, он приехал, отец ему ничего не сказал, все, свадьба, там, поехал невесту раз-раз, смотрит, из там нескольких сотен приглашенных пришло 50 человек. Вот, он поворачивается к отцу и говорит, папа, а ты что, не позвал моих друзей? Он говорит, да нет, сын, я позвал твоих друзей, и сейчас те, кто находится перед тобой, это и есть твои настоящие друзья. Потому что я всем твоим друзьям разослал письмо, в котором сказал, что, уважаемые друзья, у меня серьезные проблемы, мне нужна ваша помощь, со мной случилось там то-то и то-то, да, помогите мне, пожалуйста. И вот те, кто пришел сегодня, сын, это и есть твои настоящие друзья. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому бизнес в МЛМ, бизнес, скажем так, по партнерским программам, он состоит из двух частей. Он состоит из вас, из человека, в котором что-то есть внутри, и вы являетесь этим для окружающих, да, вот, и он состоит из тех людей, которых вы приглашаете. Я уже говорил, что любой бизнес строят люди. Все, что создается сегодня на нашей планете Земля, создается людьми. Есть люди, которые делают то, что они делают каждый день с удовольствием, они идут на работу, либо они строят свой бизнес, да, и в удовольствии это делают, вот, и плоды их труда, вот такие вот, они приносят удовольствие остальным людям и так далее. А есть те, кто ходят на работу отбывать номер, которые очень не любят то, что они делают, которые, скажем так, вот, заходишь в метро, там, например, или в электричку, да, у людей потухшие глаза, вот, забитый взгляд и так далее, и так далее. Вот плоды труда вот этих людей, к сожалению, не очень хорошие. Но, тем не менее, существуют и те, и те люди. Поэтому, да, в принципе, все зависит от нас с вами. Вот такой вот у нас получился сегодня вебинар по партнерской программе, не знаю, понравился он вам или нет. Вот. Я вам предлагаю, друзья, следующее, скажем так, движение по схеме развития бизнеса, да, то есть приглашайте на вебинары своих потенциальных партнеров на презентации, которые у нас сейчас пока проходят в формате понедельник, среда и четверг, да, у нас завтра будет презентация в 17, в четверг. Есть вероятность того, что по четвергам у нас будет проходить презентация в другом формате, и все уже, как бы, так близко к тому, чтобы разрешиться, осталась только как отмашка сверху. Будет интересная презентация онлайн, вот, вы сможете пообщаться с интересными людьми и так далее, да. По партнерской программе у нас пока вебинары 18, вот, по вторникам, и были в 13 по пятницам. Но высока вероятность, что мы время на пятницу тоже передвинем. Сделаем его немножко позже, потому что мы очень надеялись на то, что вебинары в 13 часов будут востребованы нашими партнерами, которые проживают на территории Дальнего Востока, Восточно-Сибирского округа и так далее, и так далее. Но почему-то не так много людей. Хотя, не буду кривить душой, пришло почти полсотни человек, когда по нашим чатам была разбросана информация, что будет даваться информация о том, как найти видеоинформацию на Ютюбе, как работать с нашими видеоканалами, как скачать видеоролики себе на компьютер, чтобы потом их использовать. Допустим, нет у вас интернета, вы можете показать ролик по маркетингу, ролик про компанию, ролик про какое-то мероприятие и так далее. На том вебинаре были люди. Вот таким вот образом. Поэтому я вам хочу сказать только одно. Спасибо за то, что сегодня были здесь. Спасибо за то, что слушали информацию. Если хоть кому-то чем-то помог, ну, действительно, буду рад. Если у вас будет в дальнейшем появляться большое количество вопросов и по цифрам маркетинга, и, скажем так, касаемо того, что находится вокруг этого всего, ну, будем разбираться, будем разбираться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...